Всем привет! Продолжаем изучать эликсир и продолжим с того места, на котором мы остановились в прошлый раз. Я сейчас забыл сделать маленькое, но важное замечание по поводу кейс-тейкпота. Вот смотрите, мы здесь что делали? Мы пытались исследовать, по сути дела, результат выполнения данной функции и в зависимости от того, что она нам возвращала, отдавать какой-то ответ. Но иногда бывает, иногда так бывает, что нас интересует, например, только один возможный сценарий конкретный, а во всех остальных случаях нам не важно, что. И мы, например, можем возвращать any. То есть это можно читать следующим образом. Так, кейс-тейкпот пытается спаттермачить, то есть найти сопоставление с образцом по первому варианту. Если не находит, не находит, переходит в следующий. А здесь, как мы видим, нижнее подчеркивание. Нижнее подчеркивание нам говорит следующее. Не важно, что здесь, не важно, что здесь. Просто иди и выполняй. Обычно, да, это у нас последним, последним стейтом вам присутствует. Неким завершающим таким случаем. Естественно, мы его не можем ставить первым, потому что он сразу включает в себя все случаи. Окей. Разобрались. Теперь я бы хотел поговорить о модулях. Смотрите, вот у нас имя файла GoHardGoPro, да, и модуль называется GoHardGoPro. Можно было бы подумать, что существует какая-то взаимосвязь между названиями, но на самом деле взаимосвязи нет никакой. Мы можем взять и изменить название модуля и сделать даже еще хуже. А именно создать еще один модуль. Например, давайте создадим модуль сам и в нем создадим функцию ID. И теперь идем и просто инспектируем это. Открываем нашу консоль и пишем EX, запускаем нашу интерактивную оболочку и загружаем в нее файл GoHardGoPro. И вуаля, вуаля, все загрузилось. Видите, оба наших модуля, они найдены. То есть и мы можем ими воспользоваться даже без каких-либо проблем. Work it? Work it. Итак, и так, и так, и так. Что произошло? Что произошло? А произошло следующее. То есть, по сути дела, мы взяли эти файлы, скомпилировали в памяти, скажем так, на лету. Подгрузили их и мы можем их использовать в нашей оболочке. Но, если нам нужно, нам нужно, 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 нам нужно прямо вот BIM файлы, как таковые, да, то мы можем выполнить следующую команду. Elixir, compile и имя нашего файла. И, как мы видим, у нас появилось два отдельных файла, которые ответственны за каждый, за свой модуль. То есть, неважно, как мы скруппируем свои файлы, BIM файлы будут разделены по отдельности. Мы можем заглянуть в один из них и увидеть, как выглядит байкот. Как мы видим, это не очень читабельное зрелище, мягко говоря. Наверное, кто-то может это все читать, но уж точно не я. Окей. Давайте закроем. И теперь, теперь давайте вернемся в нашу оболочку обратно. И все файлы, все BIM файлы, которые находятся вот в нашем корневом, вот в нашей папке, в которой у нас запущена оболочка, вот эти все BIM файлы сейчас нам доступны, и мы можем сразу пользоваться. То есть, смотрите, что я имею в виду. Давайте. То есть, мы не подгружаем никакой файл, вот этот GoHarmCopro. Мы сразу пишем функцию сам, и вуаля, нам вернуло. То есть, то есть, то есть, когда мы работаем в оболочке, мы, скажем так, компилируем на лету. Но если нам по каким-то причинам, скажем, наши файлы нужны именно в скомпилированном виде BIM файлах, то мы можем выполнить команду Elixir C, и потом их запускать различными способами. Один из способов такой, собственно, обратно вернуться в оболочку, в интерактивную оболочку, да, и оттуда запускаются сразу наши файлы. То есть, здесь никакой подготовительной работы не будет происходить, то есть, не будет дополнительной компиляции. Они у нас уже находятся в байт-коде. Мы их сразу используем. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Если вы заметили, у меня здесь открыт еще один файл, подготовительный, специальный, и он имеет странное расширение, на первый взгляд, и X. XS. XS. Обычно мы такие файлы помечаем с тем умыслом, чтобы дать понять, что здесь у нас находится некий скрипт. Что значит с тем умыслом? На самом деле, разницы между файлами с расширением X и XS нет никакой. Это просто, скажем, некоторое удобство, чтобы мы четко осознавали разницу, что вот этот файл XS, у нас там содержится некоторый скрипт, а вот здесь у нас находится некоторый стандартный код, то есть там есть какой-то модуль, и там есть какие-то функции в этих модулях. запустить данный скрипт можно с помощью следующей функции эликсир, go hard, и вуаля. как вы видите, отобразилось то, что мы хотели hello world, и строчка A равно, и здесь почитается. Напоминаю, чтобы воспользоваться модулями Erlang'а, а мат это модуль Erlang'а, мы пишем, используем следующие синтексы. Две точечки ставим, потом имя модуля с маленькой буквы, ну а дальше просто имя функции с параметрами. Окей. Сделали? Сделали. Кому интересно, как вообще все это дело еще происходит, чуть подробнее, то здесь вот я нашел весьма интересную и очень короткую статью. How does Elixir compile execute code? Вот вы можете прочитать, здесь чуть подробнее рассказывается и здесь даже сказано, что thanks a lot to Jose Valim. Jose Valim это, собственно, тот, кто придумал Elixir, так что то, что здесь написано, это адекватная информация. Здесь вот в частности написано, что главная разница между Elixir R, вот то, что мы запустили, Elixir Compile, это, по сути дела, то, что мы продюсим Elixir C BIM файлов, вот прямо жестко на диск. если, ну да, прямо жестко на диск, вот и вся разница. но компиляция происходит в любом случае, здесь вот даже в вступлении прямо так написано, Elixir всегда компилирует и всегда выполняет source code. то есть обе команды, то есть обе команды Elixir и Elixir C делают эти вещи. Всегда компиляция и выполнение. просто Elixir R, вот как в данном случае, да, он, он не создает нам BIM файлы. он не создает нам BIM файлы. и что тут еще я хотел бы сказать лишнее, еще раз подчеркнуть, что, 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 потерял, потерял, вот extension in file names неважно, то есть EX или EXX это всего лишь конвенция, это всего лишь удобство. Ладно, покончили с этим, и давайте рассмотрим еще один вариант. и еще одну вещь, которую я хотел бы сегодня разобрать, а именно кондишены, кондишены, то есть еще один возможный вариант, как вы можете управлять потоком, потоком выполнения программы. Это использовать кондишен. Давайте вот тут вот изменим функцию. Допустим, мы назовем ее test, а пусть будет test. Она принимает какой-то, какой-то параметр, и дальше мы пишем cont от слова condition do, и дальше тело, и любое тело мы заканчиваем endом. То есть у нас всегда присутствует do end. Смотрите, мы в case statement, мы пытались, скажем так, распознать структуру. Здесь мы пытаемся найти соответствующие условия. То есть это некоторая краткая форма. Вот если бы мы писали бы в импоративном языке, в классическом таком, в жестком классическом, то мы писали if, бла-бла-бла, else, потом else if, если нам нужно было бы еще одно сделать петление. А здесь мы сразу перечисляем все эти условия и дальше пишем, что мы делаем, если условие у нас выполняется. То есть как это выглядит? Давайте простой вариант рассмотрим. Если x больше нуля, то отдавай нам строчку great. Если x меньше нуля, то отдавай нам строчку less. в любом другом случае отдавай нам equal и equal zero. Вот и весь const statement. Больше ничего нет. То есть мы указываем некоторые условия. Если они выполняются, то выполняется соответствующая ветка. Также начинается сверху вниз. Поэтому, скажем так, условия, которые выполняются во всех случаях, мы должны указывать самым последним. То есть это некий 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 окончательный else. Он аналогичен вот этому нашему случаю ok statement нижнего подчеркивания. Но здесь мы используем true. Поскольку мы здесь работаем с булевым значением. То есть мы проверяем что вернет нам данное условие. Ну и давайте протестируем. Давайте протестируем. Значит так. Давайте давайте еще раз запустим нашу командную оболочку и в нее мы загрузим наши файлы. Загрузим наши файлы. Значит файл файл go hard go pro ex загрузили и теперь пишем sum sum тет и 3 great как мы видим. Если мы вернем здесь 0 то equal zero и последнее минус то less как и ожидалось. То есть это еще один способ с помощью которого мы можем управлять нашим потоком 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 нашим потоком выполнения программы. И на сегодня все. Славься эликсир.